Итак, ребятки, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Так, сейчас у нас будет Маркус. Погнали. Что происходит? Капец, Маркус, как терминатор. Звуковой процессор поврежден. Повреждены чертоги разума. Регулятор кириумного насоса в энергосберегающем режиме работает. Левая и правая нога отсутствуют. Хера себе, заменить ноги. Странно, конечно, что их просто так выкидывают. Они отдают в киберлайф, там, предположим, на переработку. Хм, совместимо. Хорошо. Еще раз. Ползем дальше. Несовместимо. Какое-то кладбище ног. Хе-хе. Че, help me. Хе-хе. 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 О, там еще другие есть. Хе-хе. 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 У него сердце там, видно, бьется. Этот тереумный насос. Хе-хе. Хе-хе. Выбраться со свалки. Доброе утро. Че? Доброе утро. Хе-хе. 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 Есть место, где наша свободный. Найди ерехон. Найди ерехон. Найди ерехон. Хе-хе. 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 уже туда. Может просто я зашел не так. Ну да, просто не так зашел немного. Так, нажимать, 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 нажимать. Давай, 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 давай. Хорошо, идем. Так, найди оптический блок, регулятор, чего-то там. В общем, три штуки нам найти, чего-то нужно. Так, обработка данных. Несовместимы. Выбрасываем. Так, ты что тут? Несовместимы. Угу. Да что с такое-то? Не отпускают нас отсюда ни в какую. Совместимо. Угу. Стой, не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Нет? Нельзя его осмотреть? Совместимо. Ну хорошо, это уже плюс. Привет. Я Андроид А-1700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Привет. Обнаружен сбой в моей программе. Обратите в ближайший центр Поднярский Киверлайн. Так, нам еще слух осталось восстановить, да? Буквально секундочку. Так, продолжаем наше восстановление. Отвлекли меня немного. Еще вон всякие головы тут валяются. В какой-нибудь-то мы сейчас найдем ушки рабочие. Несовместимо. Так, этого мы вроде осматривали, но... Нет, не осматривали. Совместимо. Отлично. Что это за ключ такой? Ну вот теперь-то мы все слышим. Регулятор насоса. Попробуем здесь посмотреть. Расмаркер нам сюда шепчет. Пробовать залезть. Ага, регулятор насоса рабочий. Регулятор насоса. Рабочий. Пробуем. Давай, давай, давай. Гестрей. Намного лучше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо. 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 Все, теперь он как человек выглядит. Войю ими, Маркус. Хм, однако мы не все здесь нашли. Мы не стали убивать, хорошо. Найти оптический блок. Понятно. Ну да, в принципе, простенькое задание было. Давайте еще одно успеем. Так, Конор, окей. Прогуляемся тут, изучим местность. Очень умиротворяющее место, относительно предыдущей локации. Наверное, это она? Здравствуйте, Аманды. Конор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Конор. Найти Девианта было очень непросто. Его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Конор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? Признаки Девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх смерти. Модель явно имела дефекты. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о Девиантах. Что ты о нем думаешь? Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Дружба. Я постараюсь наладить с ним дружеские отношения. Если добьюсь его доверия, это поможет расследованию. Все больше андроидов демонстрируют признаки Девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Тут на самом деле деликатный момент. Нам нужно ей услужить для того, чтобы завоевать ее доверие на будущее. Я не знаю для чего, но по крайней мере среди подсказок рекомендуется здесь завоевать ее доверие. Поэтому я предлагаю, пока мы далеко не ушли, так сказать, ракировочку сделать. Интересный момент, кстати. Тут можно походить поисследовать всякое. Давайте, может, кружочек сделаем, прежде чем мы эту локацию покинем. Потому что... Мне кажется, что после разговора с ней нас отсюда дропнут. А так хоть изучим здесь, что происходит. Вот, например, что это. Хм, неизвестно, непонятно. Может, тут есть еще какие-то интересные интерактивные элементы, с которыми мы можем взаимодействовать. Хм, к сожалению, подобных я не наблюдаю еще. Только вон то место. Больше тут некуда идти. А это что? Хм, к сожалению, туда я не могу пойти. Ладно. Все, что было, можно, видимо, мы осмотрели. Ну, я вот здесь еще взглянул. Что это? Нет, взаимодействовать нельзя, к сожалению, с этим. Так, сейчас время ваше тратить не буду. За кадром промотаю диалог. Так, и сейчас мы выберем другой оптимальный подход. До этого мы делали ставку на дружбу. Сейчас мы на... Адаптивность сделаем. Не угадали. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. В общем, она нам тоже самое говорит. Вы можете на меня положиться. Понятно. Попробуем еще раз. Встретить попытки-то мы точно угадаем. Ну, попробуем на этот раз безразличия. Я уж не знаю даже. Сосредоточусь на деле, а его попытаюсь игнорировать. Если он не станет вмешиваться и провоцировать конфликты, проблем не будет. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Идем искать его рабочий стол. Ух, сколько тут всего можно осмотреть. Короче, нужна экспертиза. Ладно, я запрошу. О, этот тут ходит. Вот этот, наверное, и у вас куча стикеров. Хм, угадал. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Спасибо. Оценим вариативность. Вот тут мы все-таки что-то не нашли, когда в саду гуляли. Волшебный камень нашли, а вот что-то еще не обнаружили. Ну, ладно. Возможно, это голубей, которых там можно было что-то с ними сделать. Так, хорошо. Есть два варианта развития событий. Тут не так много вариантов. Послушаем, что он слушает. Ну да, он любит такое. Рыцарь черной смерти. Отрицающе. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Бип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Конор. Андроид из компании Киберлайм. Я жду вас в офисе. Уже почти двенадцать. Давайте изучим его рабочее место. Ух, улики. Пончики, холестерин, все дела. О, как ну? Клен веерный. Молочко. Кофейная чашка. Лозунги против андроидов. Пользуйтесь мозгами, а не андроидами. Зона свободная от андроидов. Бейсболка Детройт. Спички. Бар Джимми. Волосы, собачья шерсть. Сэр Бернар. Так, ты у нас собакоёб. Понятно. Оперативная группа Красный Лёд, 2027. Так, полиция Детройта поймала дилеров Красного Льда. Более 50 арестов по всей стране. Полиция нанесла сокрушительный удар по охватившей город эпидемии Красного Льда. За решёткой оказались сразу несколько крупных распространителей и поставщиков. А партия изъятых наркотиков оценивается на сумму в 500 тысяч долларов. Считается, что ключевую роль в этой операции, на подготовку которой потребовалось несколько месяцев, сыграл детектив Хэнк Эндерсон. Молодой, но весьма талантливый сотрудник полицейского управления Детройта. Окружной прокурор назвал проведённую детективом Андерсоном и его коллегами операцию образцом качественной полицейской работы. Так. Детектив повышен до лейтенанта. Самый молодой лейтенант полиции Детройта, лейтенант Хэнк Эндерсон, один из самых прославленных сотрудников полицейского управления Детройта. На его счету несколько крупных арестов, и среди коллег он пользуется заслуженным уважением. Капитан Фаулер заявил, что новое звание следовало присвоить уже давно. По его словам, Андерсон один из самых талантливых людей, с кем ему когда-либо приходилось работать. Свежеиспечённому лейтенанту прочат быстрое продвижение по службе и, вероятно, должность комиссара. В Детройте изъята рекордная партия красного льда. Почти тонна красного льда обнаружена в корабельном трюме по итогам долгого расследования, проведённого лейтенантом Андерсоном из полиции Детройта. А потом что-то пошло не так. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Так, и чё, раз его вызвали... Пойдём ли мы вместе с ним к начальнику? Ну, давайте сходим, посмотрим, чё получится. Мне на стол валится по десять дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идёт о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими грёбанными андроидами. Вот ты испихиваешь на меня! Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай моё терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твоё личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твоё нытьё. Либо идти работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Я бы хотел начать изучение материалов. Где я могу их... Это к Хэнку. И дверь за собой закрой. Хорошего дня, капитан. Поговорить с Хэнком. Угу. О, почитать, читать, 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 читать. Detroit Today. Три закона робовоспитания. Когда Киберлайф выпустила линейку детей, общество скептически восприняло идею покупки семьи. Теперь эта коллекция одна из самых востребованных. Но чему тут удивляться? Внешность настраиваемая. Светодиод съёмный. Не нужно кормить, не нужно тратить деньги на нянек. Не нужно покупать новую одежду. А главное, не нужно возиться с вонючими подгузниками. Идеальный ребёнок находится на расстоянии одного щелчка мышью от вас. Если вы хотите от него отдохнуть, достаточно нажать на одну кнопку. Тут и младенец разберётся. Это готовое решение для родителей, ориентированных на построение карьеры. Тех, кто не может зачать ребёнка и тех, кто уже воспитал своих детей, но скучает в опустевшем доме. При уровне безработицы в 37,3% отдать 7,5 тысяч долларов за ребёнка, который не будет испытывать трудности переходного периода и не потребует огромных расходов на обучение, кажется довольно мудрым решением. По сравнению с необходимостью потратить более 350 тысяч за 17 лет. Кроме того, теперь это больше не обязанность, которую вы берёте на себя, на всю оставшуюся жизнь. Однако социолог Мэри Уоллес утверждает, что из-за таких андроидов всё меньше людей заводят детей. А ведь коэффициент рождаемости без того невероятно низок. И называет эту новую тенденцию анти-бэби-бум. Джейсон Граф, директор отдела очеловечивания, считает причиной подобных высказываний обычную боязнь прогресса. А новых андроидов называет высшим достижением в сфере очеловечивания. Иван говорит нет. Заявление с обоснованием претензий России на данную территорию. А Иванов, по его словам, хотел бы напомнить президенту Уоррена, что Соединённые Штаты, как и любая другая страна, обязаны соблюдать конвенции ООН. Конфликт не утихает. Угу, хорошо. Так, секундочку снова. Так, идём дальше. Что у нас тут вообще по вариативности? Давайте взглянем. Так, смотреть участок, прочитать статью. Угу. Чё-то мы тут ещё не нашли. Давайте ещё походим. Вот с этой мы не поговорили, когда была возможность. Сейчас уже нельзя. Коп-андроид. Так, понимающий, прагматично, конструктивно. Ммм... И причём первый вариант недоступен почему-то. Ну, давайте понимающий тогда попробуем. Напарники. Напарники. И следует узнать друг друга получше. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Хм. Странно, что с ним не о чём нам больше было поговорить. Я думал, что мы всё-таки там про музыку с ним, про собак поговорим. Ну, ладно. А, вот сейчас можно. Ну-ка. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Вы слушаете рыцарей Чёрной Смерти? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Стоит ли говорить с ним про баскетбол? Не знаю. Просто я не совсем понял его отношения. Ну, вот про презрение к андроидам совсем уж не стоит, наверное. Про баскетбол вот я не уверен. Ну, допустим, Фаулера. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да. Слишком. Хотел спросить. Вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Ну, рискнем про баскетбол. За детроидские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей за трехочковой линией. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Ну, тогда про презрение к андроидам не будем. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Ну. Погнали. Так, потерпевший утверждает, что оставил андроида дома, как обычно, и пошел на работу. По возвращению он обнаружил, что андроид отсутствует. Следы взлома отсутствуют. Возможно, андроид покинул квартиру без соответствующего распоряжения. Так, потерпевший утверждает, что на него напал андроид модели такой-то, работавший официантом в сетевом ресторане «Быстрый хот-доги», расположенному по адресу Чеберлен-авеню, 842. По словам потерпевшего, андроид неожиданно набросился на него и попытался задушить, а затем скрылся. В настоящий момент местонахождение андроида неизвестно. Потерпевший утверждает, что на нее напал ее андроид. Андроид также устроил погром в нескольких комнатах, после чего покинул дом. Потерпевший менеджера клуба «Рай» сообщил о необъяснимом исчезновении секс-андроида. Указанный андроид сопроводил клиента домой и не вернулся в клуб. Лео Манфредо нашли бессознание в доме его отца, Карла Манфредо. Согласно показаниям последнего, у сына произошла стычка с домашним андроидом. Андроид, который, по имеющимся данным, является прототипом модели серийной номера неизвестной, был уничтожен прибывшими на место преступления сотрудниками полиции. Потерпевший утверждает, что на него напал домашний андроид. Модели... Это вот Маркус явно. И, соответственно, Кэра. Потерпевший утверждает, что домашний андроид напал. Накануне андроида вернули из сервисного центра после ремонта. В прошлом эта машина уже проявила признаки агрессии. Двести сорок три досье. Первое девять месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Господи... Нельзя допускать, чтобы личные проблемы отражались на работе, лейтенант. Ты ни хера не знаешь о моих проблемах. Так что займись лучше своей программой и захлопни пасть. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Её недавно видели в Ривендеиле. Хорошо. Хм, я бы переиграл этот момент, на самом деле уж сильно мы его разозлили. Но, блин, если нас забросят самое-самое начало, это жесть будет полная. Давайте попробуем. Так, попробуем его сейчас снова убедить. Если он по-человече не хочет, так сказать, попробуем настоять. Профессионально, агрессивно, профессионально. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал и... А давай ты уже пойдёшь нахер. Блин. Откажитесь от задания. Вам следует заняться личными проблемами и дать мне более компетентного напарника. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас ссунул башкой в помойку и поджёг. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Её недавно видели в Ривендеиле. Хорошо. Агрессивно, что ли, с ним надо было быть? Ну ладно, один раз пофиг. Оставим. У Хэнка есть зацепка. У Хэнка нет зацепки, да? Насмотрите участок. Что-то мы вот не нашли в этот момент. Возможно, если бы мы что-то осмотрели, у нас была бы возможность там на эту тему поговорить с ним. Причём Хэнк в ярости, это однозначное решение. Понятно. Ладно, на этом мы тогда, ребятки, закончим. Продолжим уже в следующей серии. Я благодарю за просмотр. Пока-пока.